Нам с вами обязательно надо позаботиться о культуре протеста, о том, чтобы наши протесты были позитивными, чтобы эти протесты были мирными, чтобы это были такие протесты, на которые захотят прийти люди, присоединиться к нам. Для этого мы тоже должны подготовиться, для этого мы должны провести специальную работу, это могут сделать только активисты. Поэтому первое, что мы должны предусмотреть, это недорого, это несложно, каждый, кто может найти, купить, позволить себе там разного размера, например, маленький флажок стоит 50 тенге, большой дороже, несите на площади флаги. Несите флаги и, пожалуйста, все учите гимн Казахстана. Вот это должна быть самая ясная, самая массовая картинка нашего протеста, потому что если мы пришли с гимном, вы понимаете, да, что сегодня гимн изучают с детского сада. И для каждого человека, для молодых особенно, сейчас молодые наши, они смотрят за всем этим с большим интересом, гимн будет побуждающим мотивом, и люди придут к нам. Более того, если каждый, стоя на площади, будет держать в руках флаг, такая картина неминуемо, обратить внимание, то есть такая картина неминуемо придет к тому, что полиция дрогнет. Понимаете, это люди, которые были обучены уставу, были обучены защищать страну, были обучены защищать государственность. И люди поймут, что если стоять с флагами Казахстана, это за страну, это за страну, за народ, и это нужно поддержать. И нам так проще будет полицию перетащить, так сказать, на свою сторону. Потому что это то, что побуждает любого человека, особенно когда в массе это происходит. Любой человек станет патриотом в эти минуты, потому что в такие моменты ясно видно, что решается судьба страны. Я хочу обратиться к людям, которые владеют граффити, людям, которые владеют искусством граффити, могут рисовать. Даже если вы не граффити и не умеете рисовать, все равно возьмите в руки баллончик и напишите честные выборы, выбором бойкот, требуем избирательного права и так далее. Мы должны оставлять за собой следы. Завтра, когда мы разойдемся, очень многие люди будут хорошо понимать, что здесь требовали, почему здесь стоял народ, почему этот народ здесь так шумел и так далее. Поэтому, если есть возможность, одного баллончика достаточно, чтобы оставить после себя след. След должен быть очень ясным, это должно быть наше требование. Одно из наших требований. Свободу Казахстану, свободные СМИ, Казахстан без полиции, без преследований и так далее. То есть полиция с народом, мало ли что мы там. У нас всегда было очень много требований и все эти требования, которые мы, как правило, используем на наших акциях протеста, на наших митингах, мы можем там написать и оставить. Ну и самое главное, это нет нелегитимным выбором. Мы бойкотируем выборы, они нелегитимные. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм.